Авторский текст обычно достаточно сложный, ошибки допускают даже студенты филологических факультетов, поэтому перед тотальным диктантом специалисты советуют повторить правила пунктуации. Трудность еще и в том, что в текстах тотального диктанта встречаются авторские знаки припинания. В таком случае ориентироваться нужно на интонацию диктатора. У нас идут вариативные знаки припинания, допустим, где-то можно поставить двоеточие, где-то можно поставить тире, но если норма это допускает, то засчитываться будут оба варианта, потому что различная интонация того, кто читает, того, кто пишет и того, кто составляет комментарии, мы все это воспринимаем немного по-разному. Организаторы тотального диктанта предупреждают, некоторые площадки усилили меры безопасности, поэтому всех участников глобальной проверки грамотности просят обязательно взять с собой документы, удостоверяющие личность. Также будет не лишним захватить с собой ручку, тех, что приготовили для желающих, может не хватить. В Омске работает 49 площадок, почти все уже заполнены. Тех, кто не смог зарегистрироваться, но хочет принять участие, ждут на площадках в Аграрном университете и школе номер 123, там достаточно свободных мест. А я добавлю, что диктаторами в этом году стали сразу четыре представителя МКР-медиа.